Господину Морданову приписываются всевозможные грехи, в том числе участие вот в этом грандиозном распиле республиканской собственности. Пускай они сами разбираются, единственная досада только в том, что все это делается на бюджетные деньги, причем очень приличные, большие. Хабиров грозно потребовал кратковременных быстрых успехов. Это цитата. Мне, конечно, немножко насторожила вот эта фраза по поводу кратковременных и быстрых. Поразительная статистика у нас по штрафам. За год выписано 3574 штрафа за незаконный выброс мусора. Из них 3324 – это в Уфе. Пометуя о традиционной коварности ради Хабирова, которая была основной характеристикой его в прошлом, я бы не стал на 100% успокаиваться и заявлять о том, что теперь точно этого не случится. Но гору отдали государственную. То есть это принадлежало раньше государству, а значит всем. А отдали конкретным товарищам с Кипра и из Москвы. То есть конкретная работа, конкретные разные Марины Бортовой сейчас будут обогащаться за счет разработки вот этой горы. Оперативное совещание в правительстве в прошедший понедельник началось с достаточно значимых кадровых изменений, а именно, как я и предполагал, в отставку ушел премьер-министр республики Башкортостан Рустем Морданов. Ради Фаритович вручил Морданову орден, тепло поблагодарил за труд, отметил, что Морданов далеко от республики не уходит, так как он переходит на работу в региональное управление Центробанка и будет находиться в городе Екатеринбурге. Хабиров выразил надежду на то, что тесный контакт, взаимодействие и сотрудничество с Центробанком обеспечат республике Башкортостан процветание и стабильность в дальнейшем и так далее. Забавно, что Хабиров, характеризуя тяжелый и, по его мнению, продуктивный труд господина Морданова на посту премьер-министра, характеризовал этот труд следующим образом. «Тяжелые задачи вы решали, и, наверное, только вам они известны». Вот эта фраза, она, конечно, меня немножко так озадачила. Действительно, что за секретные функции исполнял господин Морданов на своем посту, в общем-то, ну, совершенно понятном и, на мой взгляд, открытом. Что за тайные деяния на благо республики господин Морданов совершал на посту премьер-министра, наверное, мы никогда не узнаем, но поверим радио Хабирову на слово. К слову сказать, вручение ордена Салавата Юлаева господину Морданову вызвало некий ропот в кругах башкирской общественности. Даже были опросы, которые определяли, не случилось ли что-нибудь страшного с этим орденом, не осквернен ли он таким вручением. Потому что, напомню, господину Морданову приписываются всевозможные грехи, в том числе участие вот в этом грандиозном распиле республиканской собственности. Ему приписываются участие в том числе и в аферах, связанных с расселением ветхого жилья. Ему приписываются в последнее время некоторые операции с закупками Минздрава. В частности, весьма странные контакты с компанией Луидор, которая практически монопольно поставляет дорогостоящую автотехнику для Минздрава, я имею в виду скорой помощи, ну и так далее. Эти голосования показали, что примерно 65% пользователей Фейсбука считают, что орден осквернен, его не надо было вручать этому человеку. 35% считают, что в принципе да и ладно, вручили и ничего страшного. Но ВКонтакте немножко ситуация другая, там против этого вручения высказалось 55% и за 45%. И в общем, я бы отметил, что аудитория ВКонтакте вообще не знает, кто такой Морданов. То есть, исходя из этого, там было только какое-то ассоциативное голосование. В общем, ладно, как говорится, попрощались мы с премьер-министром. Как я и предполагал, на самом деле премьер-министра в республике пока не будет. Я имею в виду, что эту должность будет исполнять сам Хабиров. Дело здесь и в том, что технически это довольно сложно, потому что временно исполняющий обязанности де юра не имеет права назначать премьер-министра. Дело и в том, что действительно скамейка запасных опустела катастрофически. И те смехотворные предположения, которые делались подпольными ресурсами господина Морзагулова, они, конечно, не сбываются. И не сбудутся. То есть, никакого Назарова или Баширова, на самом деле, конечно, мы на этих постах не увидим. Следующим кадровым решением на этом совещании, конечно же, была отставка госпожи Шафиковой, которая уже не просто назрела, а которая перезрела. Я уже отмечал то, что, вероятнее всего, госпожа Шафикова воспротивилась добровольному увольнению с этого поста, потребовала какой-то чрезмерной компенсации, либо еще чего-то. В ответ на это, в общем-то, случился вот этот кризис с ее увольнением. В итоге, судя по всему, ее, наверное, не будут даже трудоустраивать толком, хотя поговаривают о том, что ее хотели назначить проректором Института развития образования. Тут уже на дыбы встал сам коллектив этого института. Они очень неплохо знают, кто такая Шафикова. Дали очень конкретные, абсолютно нелестные характеристики ее профессиональным способностям. В общем, я полагаю, что если ее и продавят на эту должность, то это будет и скандал, и конфликт, и в дальнейшем мы еще многократно услышим много интересного про госпожу Шафикову. Я думаю, что практичнее для действующей власти было бы выставить эту мадам с вещами на холод и забыть вообще о ее существовании. Думаю, как-нибудь она выживет, учитывая те капиталы, которые ей удалось накопить на этом посту. Далее в рамках оперативного совещания в правительстве был заслушан доклад господина Мурзагулова о результатах внедрения системы инцидент-менеджмента. Как я и предполагал, и предсказывал, конечно, весь этот отчет, это Филькина грамота, состоявшая из непроверяемых цифр, каких-то совершенно абсурдных доводов и баек на тему, как им здорово живется на бюджетные деньги. В частности, господин Мурзагулов выдал ряд цифр, от которых, собственно, возникает много вопросов. И он сообщает нам, что ежедневно в социальных сетях пишут примерно 500 тысяч жителей республики Башкортостан. Примем на веру его оценку, неизвестно откуда взяты, у него не было никакого инструментария, чтобы утверждать это. Но, скажем так, в отчетный период, по его утверждениям, вот эти 500 тысяч жителей республики Башкортостан должны были написать, соответственно, порядка 20 миллионов постов, потому что речь идет о примерно 40 днях существования этой системы. Так вот, инцидентом из них случилось, то есть записью о каком-то событии, которое беспокоит жителей, всего 38 тысяч постов. Вот представьте, из 20 миллионов, по утверждению Мурзагула, только 38 тысяч записей – это какие-то проблемы и вопросы. То есть меньше одной четверти процента того, что написано в башкирском интернете – это вообще-то какие-то проблемы. Все остальное, видимо, котики, девочки, пляжики, ну и прочее счастье в представлении господина Мурзагула. Вообще, например, Facebook для Мурзагула – это 6% интернет-пространства. Ну и в целом, если так уж подводить какую-то черту, то Ростислав Мурзагулов характеризовал тем самым жителей республики Башкортостан как каких-то примитивных животных, которых, значит, заботят только вопросы пропитания, перемещения из точки А в точку Б и отопления жилищ. Никаких политических проблем у жителей Башкортостана по версии Мурзагула не существует, их не волнуют ни вопросы выборов, ни вопросы внешней и внутренней политики, никакие шиханы, никакой башкирский язык, никакие вообще вот эти вот вещи, они вообще не существуют в том мире, в котором живет господин Мурзагулов. И в нем одна четверть процента людей вообще, в принципе, поднимают какие-то проблемы. Ну, оставим на совести господина Мурзагула вот эти вот утверждения, потому что, на самом деле, рано или поздно потребитель этой системы, я имею в виду Хабирова и от части правительства, наверное, зададутся вопросом, а нам вообще вот такой источник информации нужен, который нам выдает вот такие вот данные. Ну, оставим это им, пускай они сами разбираются, единственная досада только в том, что все это делается на бюджетные деньги, причем очень приличные, большие деньги. Напомню, что 3 миллиарда рублей выделено господину Мурзагулову на развитие региональных СМИ и вот этих всех вот процессов, которые, безусловно, как он сказал, мы перераспределим, я думаю, что уже перераспределили. Ну, в общем, конечно, вот эта произвольная статистика и бодрый отчет о деятельности инцидентов в будущем наверняка ляжет на достаточно критичную оценку того, что происходит, потому что будет задан простой вопрос, а нам польза какая вообще от этого всего словословия, от этого якобы существующего инцидента. Ну, подождем, здесь как бы нужно выдержать некий момент, чтобы не только я и еще кто-то это понял, но я думаю, что очень быстро Радий Фарид что-то тоже поймет. Напоследок, в выступлении по поводу инцидента Хабиров, значит, очень строго заметил, что соцсети это вам не игрушка, а важнейший инструмент и быть в соцсетях государственная задача. Я бы отметил про себя тоже эту формулировку, потому что она неожиданно грандиозна в том смысле, что я еще ни разу не слышал от государственных мужей вот такой конкретной формулировки обязательности присутствия в соцсетях, и не поприветствовать это я не могу. Кроме всего прочего, Мурзагулов строго оглядел состав правительства и, не называя фамилий, сообщил, что кое-кто из присутствующих все еще не завел аккаунты в соцсетях. В общем, конечно, мы понимаем, что господин Мурзагулов вызывает раздражение и смех в самом правительстве, но пока его еще там терпят. Далее на оперативном совещании зашла речь о состоянии сельского здравоохранения и, в частности, о проблеме кадров в этом здравоохранении. Минздрав в лице заместителя министра здравоохранения озвучил цифру в 1050 человек. Это необходимость, это дефицит медицинских кадров в сельской местности в Башкирии. Конечно, это очень много, потому что, например, за последний месяц титаническими усилиями Минздрава в сельскую местность привлечено, внимание, 29 человек. То есть, если вот так вот удельно это все рассматривать, то примерно три года нужно на то, чтобы такими темпами кадры в сельской местности появились. Ну, слабо в это верится, конечно. Тут достаточно объемно обсуждалась вся эта история и Хапировым, и выступавшим заместителем министра. Там приводились какие-то доводы и цифры. Там упоминалось, что в Кабаково больше года нет педиатра. Хапиров упоминалось драку между клиентами детской поликлиники в городе Салаватия. Чудовичная абсолютно ситуация в здравоохранении и в районах. На фоне всего этого, понимая, что ситуация достаточно, ну, прямо скажем так, сумрачная, Хапиров грозно потребовал кратковременных быстрых успехов. Эта цитата мне, конечно, немножко насторожила вот эта фраза по поводу кратковременных и быстрых. Быстрые хорошо бы, а вот кратковременные нам не надо, пускай они будут постоянными успехами, да. Но, в общем, были розданы определенные поручения по поводу привлечения кадров, в том числе молодых кадров, в районы. Были опрошены несколько испуганных глав по селектору, значит, которые поклялись в том, что они завтра же выезжают в мединститут. Вот бодро отчитался ректор мединститута на тему того, что они всегда готовы предоставить и обеспечить и так далее. Ну, в общем, это такой достаточно текущий был вопрос, но очень пугающая статистика, если честно, вот в этом моменте. Естественно, было дано поручение Мурзагулову о популяризации сельского здравоохранения и, значит, некой романтизации работы доктора на селе. Я отмечу, что вот этих поручений Мурзагулову по ходу раздается достаточно много, я имею в виду, и поручения отблагодарить и отметить тех самых медсестер из ФАПа, заняться популяризацией соблюдением правил дорожного движения, здорового образа жизни, многих-многих других вещей. И ничего из этого, конечно, нигде у нас в медиапространстве не появляется. В ответ, я надеюсь, что эти поручения, это просто как бы так, к слову сказанные, а не формально оформленные задачи, которые в результате совещания превращаются, ну, на бумаге в некие поручения главы республики. Иначе это уже тогда совсем фарс и какое-то пренебрежение указаниями Хабирова. Следующим крупным вопросом оперативного совещания был вопрос утилизации твердобытовых отходов. Естественно, заслушали доклад министра экологии и министра ЖКХ. Они нам сообщили, что ежегодно Башкирия производит около 2 миллионов тонн бытовых отходов. Что у нас существует 36 официальных полигонов ТБО в республике Башкортостан и более 40 незаконных свалок, внимание, площадью более 5 гектаров. Что это значит? Я полез, порылся в справочную информацию, я обнаружил одну интересную такую штуку. Самая крупная свалка, законная свалка в Европе имеет площадь 15 гектаров. И это самая крупная, это по их меркам гигантская свалка. А у нас, простите, 40 свалок площадью свыше 5 гектаров. И еще к тому же они незаконные. В общем, в свете того, что на нас надвигается с 1 января так называемая мусорная реформа, властям, безусловно, понадобится предъявить что-то такое, ну, как бы делающееся в ответ на повышение цены. Иначе реформа может просто свестись к тому, что вдвое-втрое поднимется стоимость вывоза мусора, который будут вывозить туда же, где он и лежал до этого. А это несколько, прямо скажем, озадачит граждан, которым просто предписали платить втрое больше, а услуга оказалась той же. И вот сейчас, конечно, будут приниматься все меры для того, чтобы несколько облагородить эти процессы, уменьшить количество незаконных свалок, что, собственно, невозможно. Вообще ситуация в регионах, в районах республики выглядит следующим образом. Если в городах и крупных поселках худо-бедно еще существуют полигоны ТБО, которые как-то оформлены, как-то географически назначены, а тут ведь очень большое значение имеет и роза ветров, и схема залегания подземных вод и так далее, так это еще худо-бедно делается в населенных пунктах какого-то размера. А вот сельская местность никакой утилизации мусора не производит. Я сам лично в Белебеевском районе и Бешбуляхском районе наблюдал то, как утилизируется мусор. У нас даже есть об этом ролик. Это вообще просто аут какой-то. Это яма. Люди приезжают экскаватором, копают яму, туда валят, валят, валят мусор. Потом приезжает экскаватор, немножко сверху это присыпает той землей, которую из этой ямы достали, и все. Рядом роется следующая яма и так далее. Никто не знает, где они находятся, никто не знает, как поступают там подземные воды через эту мусорку, свалку, куда, в какие колодцы и так далее. Никто не понимает, какой мусор оттуда вывозится. Он просто вывозится с населенных пунктов. В подтверждении вот этой ситуации Радий Фаридович Хабиров отметил такую вещь, что поразительная статистика у нас по штрафам. За год выписано 3574 штрафа за незаконный выброс мусора. Из них 3324 это в Уфе. То есть практически все штрафы, за исключением 250 штрафов, что собственно составляет меньше 7%, это вся остальная территория Республики Башкортостан. То есть с точки зрения математики такой статистики существовать не может. Это говорит о том, что в районах и городах существует некая неформальная договоренность, что мы выбрасываем мусор куда хотим, а вы нас не штрафуете, потому что вы нам не организовали места для вывоза мусора. Тут такой замкнутый круг. Местные власти не организовали полигоны ТБО и места складирования, а местные жители не подвергаются штрафу за выбрасывание мусора куда попало. В общем, конечно, эта проблема для Республики это тихий ужас. Проблема эта встанет ребром и многократно еще в ближайшее время. Мы увидим много-много всяких событий, всяких деяний нынешней власти на тему утилизации сортировки и вывоза мусора. Традиционно после всего этого обсуждения Мурзаголову было дано задание о популяризации экологического мышления в широких кругах населения. И вот этим примитивным животным, которых характеризовал Мурзаголов, который не интересуется ничем, видимо, он им будет прививать экологическое мышление. Ну, в общем, на этом обсуждение экологической и мусорной темы пока было закончено. На прошедшей неделе произошел один малозаметный, но очень важный инцидент. Теперь будем все называть инцидентами. А именно то, что на прошедшем в Уфе юридическом форуме, каком-то там, непонятно каком, Хабирову был задан вопрос по поводу возможных или невозможных внесений изменений в Конституцию. Вопрос прозвучал достаточно абстрактно. Не было даже уточнено, там, Конституция республиканская или российская. На что Хабиров достаточно резко, конкретно сообщил интересующимся о том, что полагает основной закон Конституцию незыблемой и неприкосновенной константой, изменений, в которые вносить крайне нежелательно. И он, тем более, не планирует этого делать в связи с вот этими вот инсинуациями, разговорами о выборах в марте месяце. Помятуя о традиционной коварности ради Хабирова, которая была основной характеристикой его в прошлом, я бы не стал на 100% успокаиваться и заявлять о том, что ну теперь-то уж точно этого не случится. Но, тем не менее, прозвучало это достаточно категорически. И учитывая то, что сейчас Хабирову придется как никогда держать слово и выполнять те обещания, которые он сделал особенно публично, я думаю, что действительно, конечно, вероятнее всего никакого переноса выборов не случится. Дотянуть Хабирову с положительным таким флером до сентября будет очень непросто. И не потому, что он сам там чего-то натворит, хотя может, но еще и потому, что объективно в стране очень стремительно меняется обстановка, меняется экономическая обстановка. Судя по всему, 19-й год будет очень тяжелым для России в целом и для Башкирии в частности. Соответственно, конечно, прийти к сентябрю с таким вот белым и пушистым, как сейчас, Хабирову не удастся. Но, с другой стороны, у него больше времени на то, чтобы совершить много-много правильных и полезных дел, которыми можно будет гордиться перед выборами. В общем, Хабиров заявил, что изменений в Конституции он не предполагает. Безусловно, основным событием прошедшей недели было внезапное соглашение между Хабировым и Башхимом БСК о передаче в разработку содовой компании «Горы Куштау». Это действительно прозвучало, как гром среди ясного неба. Все эти события готовились в глубокой тайне. Решение было принято на совещании в правительстве Российской Федерации при участии, я так понимаю, первых лиц правительства и министр промышленности, и господин Рапота, и кто-то еще, видимо, присутствовал при этом. Прямо скажем, решение принималось в стилистике абсолютно противоположной, которая была при Хамитове. Никаких предварительных ласк, никаких подготовительных обсуждений, вбросов информации, еще чего-то вообще не было. Просто сухо сообщили, что несколько, конечно, покоробило, на самом деле, слух либеральной интеллигенции в Башкирии. Прозвучало так, что Радий Хабиров договорился с БСК о передаче ей «Горы Куштау». Это, конечно, звучало не очень красиво, в том смысле, что все-таки речь идет о конфликте и противостоянии в интересах народа и в интересах неких политических и общественных групп, и так далее, и так далее. И тут вдруг Радий Фаридович единолично договорился. Ну да ладно, это оставим на совести его пресс-службы. Но сам факт вот этой договоренности, он значит очень многое. Во-первых, конечно, поставлена точка в этой многолетней истории. По крайней мере, мне кажется, что точка поставлена. Во-вторых, конечно, тут есть несколько таких лукавых моментов. Начать хотя бы с того, что до сих пор БСК заявляло категорически, что Куштау не подходит в качестве сырьевой базы. Теперь БСК сообщило, что оно подчиняется жесткой позиции главы региона. Простите, а если бы жесткая позиция главы региона указала им на гумеровское месторождение, им бы и оно сгодилось? Ну да ладно. В общем, конечно, тут есть некое лукавство. Я полагаю, что все-таки состав горы Куштау в той или иной степени вполне устраивает технологические потребности башкирской содовой компании. Еще одно опасение, недоумение и некоторые вопросы вызывает вопрос не что, а вопрос зачем. Хабиров как-то немножко в общем описал то, что он недоволен теми масштабами компенсации, которые полагаются от башкирской содовой компании региону, территории и району. Но он не уточнил, чего бы он хотел получить. Вот это немножко настораживает, потому что это всегда повод для изловопотреблений и неких, скажем так, манипуляций. Давайте уж конкретно, Радий Фаридович, вот отдали мы им гору, да? То есть гору отдали государственную. То есть это принадлежало раньше государству, а значит всем. А отдали конкретным товарищам с Кипра и из Москвы. То есть конкретная работа, конкретные там разные Марины Бортовы сейчас будут обогащаться за счет разработки вот этой горы. Что мы получаем в ответ? Какие суммы, какие обязательства, какие аспекты улучшения жизнедеятельности и условия существования для жителей Шимбайского района, для Стерлитамака и так далее. Только вот без этих вот легенд Марины Бортовой, в которых она рассказывала, как там город-сад построят, еще что-то, может быть имеет смысл опубликовать какой-то конкретный план, скажем, и выплат, и план рекультивации, и план компенсации каких-то местным жителям и так далее, и в том числе бюджетом районным, городским и так далее. К слову о рекультивации. На прошлой неделе с одним специалистом я обсуждал вопрос, вот проблему Шихан и вот эти вот тупиковые конфликты, и он высказал неожиданное предположение. Он сказал, знаешь, есть такое ощущение, что Сода панически боится того, что ее заставят полностью рекультивировать те регионы и районы, которые полностью поражены деятельностью комбината. Я имею в виду и территорию уже разработанной горы, которая превратилась в Котлован, и вот эти Белые моря. То есть, коль скоро разработка уходит на 18 километров дальше в сторону вот этой горы Куштау, но на прошлом месте нужно навести порядок, и по закону так полагается вообще-то вот эта рекультивация. А подобные работы, конечно, обнулят вообще прибыль комбината на несколько лет вперед, потому что, ну, это немыслимо в нынешних экономических реалиях. Дело в том, что на Западе, в Европе подобные предприятия занимаются постоянной рекультивацией, у них не расширяются ни площади Белых морей, которые растут у Соды, ни вот эти вот, значит, какие-то отвалы, ни вот эти территории добычи, а они их ежегодно уменьшают, уменьшают, потом снова добывают, снова рекультивируют. Сода этим не занималась никогда, соответственно, накопился вот этот гигантский объем нерекультивированных территорий. Это, конечно, вопрос большой. Боюсь, что этот вопрос как раз-таки сода будет заминать на уровне там федеральном, на уровне всевозможных министерств экологии и так далее, и так далее. Хотя по формальным признакам замять этот вопрос совершенно невозможно. В общем, подводя черту, скажу так. Да, Хабиров со свойственной ему виртуозностью вот этих политических интриг и принятия решений подобным образом, решение принял, поставил всех перед фактом. Общество и сообщество, скажем так, очень сильно раскололись. Кто-то принимает это решение, кто-то не принимает, кто-то в недоумении, значит, растерялся и думает, что же ему делать, чтобы только не испортить политез. Но в целом вопрос решен, и я не думаю, что в дальнейшем возникнут большие проблемы, связанные с этим решением. Но вот эти технические детали, о которых я упоминал, было бы неплохо решить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова